добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре если слышно видно меня хорошо просто плюсики поставьте у нас чате как всегда по понедельник у нас речь идет о компании skyway capital о технологии разработанной натуре дарча ледницким фактически каждый день последнее время у нас возникают новости о развитии нашего проекта да об этом мы поговорим и сегодня в том числе вот все хочу поздравить с началом новой рабочей недели пожелать успеха вам лично и технологии целом суть сегодняшнего мероприятия она тоже то есть мы на первое первой части рассказываем непосредственно технологии что она из себя представляет проходим по основным векам в развитии струнного транспорта и струнных технологий в целом да потому что если говорить о струнных технологиях это не только транспорт 2 уровня которым мы сейчас в основном говорим о наших мероприятиях и посвящаем время именно скажем так транспорта 2 уровня стаканового типа которые поднят más земле то hay самые новые инновационный транспортной технологии но стройной технологии это гораздо шире потому что они всегда включают из строительства зданий высотного типа здания коттеджного типа для отдельно взяток проживаю проект для проживания сильнее да это строительство мостов строительства вз گ� посадочных полос аэропортов и аэродромов, это строительство струнных портов. То есть во всех этих направлениях можно применять струнные технологии, разработчиком которых является Анатолий Дарвич Юницкий. Человек, который на протяжении 39 лет, то есть ни много ни мало, четыре десятка лет, занимается внедрением технологий струнного транспорта и, скажем так, пока в теории, но в дальнейшем планирует на практике осуществить не ракетное освоение космического пространства, но по крайней мере орбиты вокруг Земли. Но сейчас мы говорим более, может быть, о приземленных вещах, мы говорим о струнном транспорте, о струнных технологиях. Анатолий Дарвич Юницкий родился на территории бывшего Советского Союза, Белорусской Республики, Гомельской области, поэтому мы его относим к российским, белорусским, советским ученым, предпринимателям, изобретателям. За время внедрения и разработки технологий, несколько раз занимался различными видами бизнеса, даже фермерством какое-то время, да, и деньги, которые зарабатывал в этих направлениях, он реализовывал непосредственно разработку своей технологии, и внедрение своего детища. За время разработки технологий дважды руководил двумя проектами Организацией Организации Организации. Эксперты этой структуры давали свои заключения, давали свои оценки перспективам развития данной технологии, и на основании этих оценок и экспертиз Организация Организации Организации выделяла дважды грант на развитие технологий. В 80-х годах прошлого столетия, в начале 80-х годов, он стал членом Федерации Космонавтики СССР, которая одна из первых признала перспективность развития создания и использования технологий на территории Советского Союза, да. У него 18 монографий, целый ряд научных работ, более 200, да, с большинством из которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте www.unitsky.com, который здесь изображен на нашем слайде, внизу это адрес сайта, более 140 изобретений за всю, скажем так, научную и инженерную, скажем, конструкторскую деятельность у Анатолия Дарвича есть на сегодняшний день. Как я говорил, огромное количество материала вы можете найти на сайте. Три высших образования, которые были получены Юницким, инженер транспорта, образование в направлении патентного права изобретательства и проектирование строительства высотных зданий и инфраструктурных сооружений, сегодня он реализовывает на практике своей технологии под названием Skyway. То есть если до 2013 года это называли струнные технологии, сегодня мы говорим о Skyway, Sky это небо, Way это дорога-путь, то есть небесные дороги, наверное, называют небесные дороги Юницкого, кто-то называют космические дороги и так далее. Sky это небо, Way это дорога. Что хотелось бы еще сказать, то есть технологию, о которой мы с вами говорим уже на протяжении, наверное, зимой будет почти три года, не почти, а зимой, в январе месяце исполнится три года, как проект зажив в том виде, в котором мы его сегодня знаем. Идея пришла раньше, в 2013 году, да, а в 2014 году, скажем так, проект стал развиваться на базе, на платформе краудинвестинга, и те результаты, которые мы сегодня имеем, по сути дела, 99, наверное, процентов, там, и сколько-то десятых, это как раз-таки доля краудинвестинговой схемы. Но мы имеем дело в транспортной отрасли сегодня с четырьмя технологиями, которые повседневно используем, да, в своей жизни, скажем так, человечество в целом. Не каждого отдельно взятого человека, потому что, может быть, есть кто-то, у кого есть и самолет, и поезд свой, да, и автомобиль, и пароход. Наверное, такие люди есть. Но большинство людей пользуются разными транспортными системами, это автомобильный транспорт, который включает, скажем так, все, что связано с автомобилем, от момента проектирования производства, да, до обслуживания его утилизации. То есть это громадная-громадная сфера, в которой крутятся многие миллиарды долларов США. Это воздушный транспорт со всеми, скажем так, заводами по производству самолетов, частных самолетов, легкомоторных самолетов, да, крупных лайнеров, типа дремлайнера Боинга, который летает на расстоянии, там, многие тысячи километров, да, А-380, вот, это вся инфраструктура, то есть обслуживающая, скажем так, системы ангары, аэропорты и так далее, так далее. То же самое можно сказать и проводный транспорт, да, и то же самое можно сказать про железнодорожный, потому что на сегодняшний день, кстати, та же выставка инотранспорт, которую мы часто говорим, про которую мы рассказываем в последнее время на наших мероприятиях, потому что в сентябре были мы ее участниками, в основном это было как раз-таки все ноу-хау, да, то есть выставлялись экспозиционеры, то есть экспозиции были посвящены в первую очередь транспорту железнодорожному, да, ну и, скажем так, городскому транспорту, который тоже был связан с рельсами, трамваи и прочее, прочее. Так вот, железные дороги тоже это крупная инфраструктура, это производство, скажем так, тепловозов, электровозов, вагонов разного типа, да, грузовых, там, скажем, которые, капры, которые перевозят у нас и зерно, пшеницу, и, скажем так, различную химию, это цистерна, это, скажем так, полувагоны и так далее, и так далее, да, то есть это пассажирские вагоны, вот сегодня буквально довелось путешествовать по железной дороге, ехал из Белоруссии и ехал в Гомельский вагоностроительный завод, делают неплохие пассажирские вагоны, то есть я говорю, это крупная инфраструктура, в которой, скажем так, транспортная отрасль, да, вот если железную дорогу мы возьмем, это начиная от пригородных электричек и заканчивая высокоскоростными, скажем так, международными, международными перевозками, которые сегодня привлечили очень широкое развитие в Китае, в Японии, в целом ряде европейских странах, да. Так вот, все эти четыре транспортные системы, они обладают каким-то набором преимуществ, да, но немалым количеством недостатков. Почти все эти транспортные системы зависят от погоды, да, от рельефа, вот, они зависят, скажем так, очень, ну, их нельзя назвать экологически чистыми, хотя в последнее время все больше и больше говорят о том, что стали выпускать менее загаживающую атмосферу автомобиля, да, но тем не менее, любое транспортное средство, которое мы знаем, будь то тепловоз, будь то, скажем так, автомобиль, пароходы, которые тоже работают на солярии в основном, да, вот, есть атомоходы, правда, и так далее. То есть у каждого из видов транспорта, который я назвал, автомобильный, воздушный, водный и железнодорожный, большое количество еще и недостатков. Так вот, практически все эти недостатки устраняют технологию, которую мы сегодня, благодаря вашей деятельности, благодаря, скажем так, тому, что создается у нас сегодня на территории Республики Беларусь, выводим на мировой транспортный рынок. Останавливаться на каждом преимуществе я не буду, и сейчас я вам предлагаю посмотреть ролик, в котором будет рассказано и о технологии, и в котором будет рассказано и о компании Skyway Capital в частности. После ролика мы с вами пройдем еще, расставим точки над и в основных вехах развития струнного транспорта, струнных технологий. Компании Skyway в период уже с 2014 года, с момента привлечения первых инвестиций, и перейдем к тем пакетам, к тем долям компании, к тем инвестициям, которые может сегодня делать абсолютно любой человек, ну и к инструментам, которые могут ему в этом помочь разобраться и сделать шаги. Итак, коллеги, ролик и дальше. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Юникар и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Юнибайк – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway Эко-технопарка и осуществить сертификацию. Эко-технопарк – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители Индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, достаточно емкий, простой, интересный, хорошо, скажем так, смонтированный ролик. То есть ролик, который показал и те преимущества, которые вы сейчас видите непосредственно перед собой на данном слайде, так и кратко даже рассказал о том, что из себя представляет и чем занимается компания Skyway Capital. Итак, на данном слайде вы видите историю развития струнных технологий с самого начала, с 1977 года. Мы сегодня находимся на четвертом этапе развития. В ролике вы слышали то, что, скажем так, у компании существует четкий 15-этапный план развития с 2014 по 2017 год, в течение которого планируется данную технологию, скажем так, продемонстрировать все ее возможности, сертифицировать и вывести на мировой транспортный рынок, а с пакетами долей компании, которые предложены, в принципе, приобретать сегодня абсолютно любому человеку, проживающему на территории всего земного шара, выкинуть на рынок инвестиций. Мы сегодня находимся на восьмом этапе развития. в том 15-этапном плане. Каждая из этих этапов подразумевает определенный перечень работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы двигаться в рамках плана к демонстрации и сертификации данного транспорта к концу 2017 года. Но до этого, скажем так, был достаточно долгий путь, на котором у Юницкого были и свои звезды, как говорится, но, наверное, больше все-таки термий, то есть то, что делало его крепче, то, что делало его сильнее. Важно, что человек не отказался от реализации своей идеи. Самые первые моменты были связаны, скажем так, достаточно длительный промежуток времени, на первом этапе, с 1977 по 1994 год, включительно, да, то есть посередине 90-х годов, тяжелых, сложных, как многие вспоминают. Это именно тогда было подано первое заветное изобретение, первые, скажем так, публикации статей в различных, в различной прессе научной, как Советского Союза, так и других стран. Это грант Советского фонда мира на развитие технологий и первой международной конференции, которая прошла на территории Республики Беларусь в 80-х годах прошлого столетия. Уже на втором этапе, с 1995 по 2000 год, была практическая отработка, скажем так, у Анатолия Дарча Юницкого была своя научная школа в Санкт-Петербурге, и он провел большое количество опытов, продувок в аэродинамической трубе с целью максимального снижения коэффициента аэродинамического сопротивления, то есть придание наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу, то есть, скажем так, с наименьшим сопротивлением передвигаться на высоких скоростях до 500 км в час. В это время были продемонстрированы первые действующие модели физически различного масштаба от 1 к 5 до 1 к 15, и в это же время был получен первый грант организации объединенных наций. Третий этап был очень важным, потому что именно в это время о технологии узнал весь мир. В это время Анатолий Дарча Юницкого был свой собственный испытательный участок, либо полигон, как его называли, в подмосковном городе Озеры, где планировалось продемонстрировать данную технологию и в дальнейшем даже построить дорогу от Озер на Москву. Это немногим более 100 км, чтобы жители этого подмосковного города быстро могли добираться до столицы нашей Родины, как говорилось раньше и, в принципе, говорится сейчас для тех, кто проживает в России. Во время существования полигона в Озерах его посещал целый ряд, скажем так, комиссий чиновников целого ряда государственных структур, в первую очередь, связанных с наукой, техникой и транспортом. Посещали полигон международной делегации, которые хотели увидеть, как будет выглядеть транспорт в будущем. В телевизионных каналах центрального телевидения, региональных телевизионных каналах и в новостях, и были посвящены тематические передачи струнному транспорту. В СМИ различных печаталась информация о струнных технологиях. На этом этапе был получен второй грант организации огненных наций. На этом этапе была отработана фактически технология второго поколения, как это говорилось в документах нашей компании. То есть 170-метровая металлическая эстакада, на которую взбирался более чем 12 тонн ЗИЛ-131 и на железных колесах. В это время были заключены контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации по технологии струнного транспорта. Тогда это называлось именно так. И в конце данного этапа данная технология была представлена президентом страны Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это было на госсовете, где присутствовали все губернаторы, где были министры профильных министерств. И было предложено данной технологии внести в список критических с целью развития на территории Российской Федерации, чтобы обогнать весь западный мир и с этой технологией в дальнейшем выйти на мировой рынок как экспортную технологию. К сожалению, после распоряжения президента изыскать миллиард рублей на развитие данной технологии в Ульяновском регионе, Минтрансу в течение недели полигонов под московным городом Газер не стало. Но важно, как я уже говорил, Юницкий продолжал упорно работать на технологии, проводил большое количество переговоров с людьми из различного уровня административного ресурса, то есть с государственными чиновниками, среди мира бизнеса. Но когда устало это делать и когда понял, что, скажем так, данную технологию надо реализовывать где-то в другом, другим способом изыскивать средства для того, чтобы еще раз построить тестовый участок и продемонстрировать технологию, было решено оценить его собственность интеллектуальную. На основании этой интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания в Великобритании. Ни много, ни мало интеллектуальная собственность составила свыше 400 миллиардов долларов США. И Юницкий предложил таким людям, как мы с вами, стать совладельцами данной технологии по своим мерам, возможностям финансовым выкупить какую-либо долю нашей компании, стать совладельцами технологии и тем самым профинансировать создание еще одного тестового участка либо полигона. Сегодня это называется Эко-технопарк. Сегодня вы слышали в ролике, что это строится на территории Республики Беларусь. На данном слайде вы видите небольшой перечень, и гораздо больше структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в Подмосковном городе Озера, начиная с Института проблем транспорта Российской Академии наук, заканчивая организацией огненных наций. Это Российская Инженерная Академия, Гостроя России, Министерство экономики транспорта. За все время развития технологий было получено более 50 патентов на различные ноу-хау, которые Юницкий применяет в своей технологии. И на различных форумах, международных выставках, которые были посвящены науке, технике и транспорту, в первую очередь, было получено порядка 40 различных международных дипломов, наград, золотых медалей, кубков. Две премии «Золотая колесница» в номинации проект года в транспортной отрасли. Одна из них смотрит на меня каждый вечер, когда я провожу вебинары в этой комнате. 14-й год, чем был важен, это год начала привлечения инвестиций, то, что в мае месяце после Минской конференции международной состоялось открытие нашего научно-производственного предприятия в городе Минске, в Беларуси. 15-й год был очень важен тем, что он стал переломным. Именно в этот год определили, скажем так, с участком местности, за который было принято решение бороться. Это недалеко от города Марина-Горка, Пуховичский район Минской области, там, где был когда-то танкодром. 22-го июня данный участок земли после аукциона по всем законам Республики Беларусь участок 36 гектар был закреплен за предприятием струнной технологии, генеральным директором которого является Анатолий Городич Минск. До этого был проведен целый ряд переговоров, скажем так, в различных странах земного шара. Это была и Южная Америка, это были объединенные Арабские Эмираты. Были намечены, скажем так, пути дальнейшего взаимоотношения, с нашими потенциальными партнерами в этих странах. Плюс ко всему, 15-й год, чем важно, то, что в июле месяце, скажем так, начались первые работы на территории будущего Экотехнопарка, изыскафельские работы, субботник прошел по наведению порядка на территории Экотехнопарка. И в конце июля, и в начале августа началось строительство того, что сегодня происходит на территории, на данном участке местности. Мы об этом еще два слова впереди скажем. В сентябре специалистами нашей компании был получен так называемый международный идентификационный код ценной бумаги. Это та процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня копируются на публичных инвестиционных рынках и биржах. Также в сентябре состоялся приезд Рода Хука, человека, которого вы видели в ролике. Сегодня он возглавляет нашу компанию Skyway Австралия. А именно в сентябре 2015 года он первый раз своими глазами увидел и Анатолия Дорочевницкого, и технологию, которую сегодня активно продвигают на территории австралийского континента. Далее, в октябре месяце состояла закладка нулевого километра, вы видите внизу на данном слайде. Состоялась международная конференция на территории Республики Беларусь, городе Минске, где Анатолий Дорочев, скажем так, отчитался перед инвесторами, присутствующими на конференции, что было проделано на те деньги, которые были привлечены на тот момент и какие планы на ближайшее будущее. Очень важным, наверное, шагом в развитии нашего проекта стало принятие решения руководством компании, использует новый инвестиционный продукт. Это возможность приобретения долей компании в рассрочку. Компании выгодно, потому что мы наперед можем видеть, какие деньги к нам могут прийти, например, в течение 8, 9 или 10 месяцев, в зависимости от тех рассрочек, которые люди приобретают. Клиентам выгодно, потому что ежемесячное инвестирование в значительные денежные средства, они на выходе получают солидные пакеты долей компании SkyWay Capital. Это очень важный шаг, и, как правило, он себя, как показывает практика, он себя очень здорово оправдал. Далее, как было показано в ролике, но не все было рассказано, скажем так, вкусно, в начале года Анатолий Дарвич Ницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором поблагодарил его за внимание, оказанное на госсовете в 2009 году нашей технологии, и сказал, что тот вопрос, который вы задали, найдете инвестиции, тогда, пожалуйста, развивайтесь, мы его решили. Пригласил Медведева принять участие в просмотре и демонстрации, скажем так, действующего транспорта SkyWay в этом году на территории Республики Беларусь. Далее было признание Министерства экономики, точнее, Министерства транспорта Российской Федерации, то, что технология является инновационной, то, что она является перспективной, и было нано распоряжение, скажем так, управлению, там, комитету по импортозамещающим технологиям, тесно сотрудничать с нашей компанией, смотреть на развитие, и, скажем, после момента демонстрации, который состоится в этой вышине, уже конкретно, в конкретных, скажем так, участках местности Российской Федерации, разрабатывать перспективные проекты и представить, скажем так, информацию о том, в чем выгодно, если будет использоваться данная технология. Далее, в планах компании на 2016 год, в начале года, да, было следующее, то есть это организовать два мероприятия, точнее, первый организовать, это апрель месяц 23-24 числа, это фестиваль, на котором присутствовало более 700 человек, прошел, скажем так, ну, можно назвать даже праздник, да, то есть конференция, на которую собралось несколько сотен наших инвесторов, своими глазами увидели, что проделана территория Экотехнопарка, пообщались с персоналом конструкторских бюро, пообщались с Анатолием Дарычем Юницким, вот, да, и потом, скажем так, по окончании данного мероприятия, одухотворенные, поехали в свои несколько десятков стран, с которых они были, давать информацию о том, что технология жива, она развивается, и было бы глупо не принять участие в развитии нашего проекта. Далее, второе мероприятие, важное, на которое было обращено внимание, в феврале, по-моему, месяце 2016 года было получено приглашение от руководства крупного международного транспортного форума «Инотранс», который проходит раз в два года на территории Евросоюза в Берлине. И в этом году мы принимали участие в данном мероприятии, вы видели в ролике большой, довольно-таки, кусок информации, посвящен непосредственно «Инотрансу». То есть в планах компании было участвовать в двух этих мероприятиях, точнее, одно организовать, в другом принимать участие. Но, скажем, по мере развития нашей технологии, по окончании «Инотранса», точнее, перед самым началом «Инотранса», было получено приглашение от Министерства коммуникации и транспорта Республики Беларусь принять участие в Белорусской транспортной неделе либо в выставке «Транспорт и логистика-2016», которая проходила в городе Минске, которая прошла с успехом. То есть итогом этой выставки стало посещение нашего экспозиционного места на этой выставке министра Минтранспорта целого ряда государств и первого заместителя премьеры Республики Беларусь. Ролик вы можете найти в новостях, где Анатолий Эдуардович, ну, скажем так, заручился поддержкой этого человека ходатайствовать перед президентом Республики Беларусь о выделении 15-километрового участка, на котором можно будет продемонстрировать в следующем году уже возможности высокоскоростного Skyway. Сейчас же на территории Котехнопарка осуществляется строительство городской трассы, легкой трассы Skyway для юнибайков. Юнибайк, который заинтересовал огромное количество людей на вот этих международных форумах, как на Инотрансе, так и на территории Республики Беларусь. Но это был еще следующий форум, который состоялся буквально через неделю. Назывался он Белорусский энергетический экологический форум. В нем принимали участие уже, скажем так, специалисты и компания не из 9, а из 14 стран. Нашу экспозицию тоже посетил министр энергетики Республики Беларусь и сказал, что будет оказывать всяческое содействие развитию нашего проекта, нашей технологии на территории Республики Беларусь. На целом ряде мероприятий наша технология была представлена как белорусская технология, и представлял ее заместитель генерального директора по развитию Виктор Бабурин. Он ездил в Африку на форум, на котором он представлял технологию как белорусскую, потом был ответный визит делегации из Танзании. Были приведены переговоры уже после окончания выставки на территории Берлина, то есть это была и делегация из Индии, и, скажем так, задумались, вы слышали в ролике, скажем, представители целого ряда государства, строительство дорог на своей территории, вместо метро планирования, например. Параллельно с форумом, который проходил в городе Минске, с экологическим и энергетическим форумом, проходил форум в Австралии. То есть в этом году именно Австралии было на право провести форум под названием интеллектуальной транспортной системы, и право принимать участие в этом форуме могли только те транспортные технологии, которые, скажем так, работают в полностью автоматическом режиме, без участия человека. Как раз-таки наши технологии относятся к данному направлению. И нашу технологию представлял на этом форуме, который длился пять дней, Ротхук вместе со специалистами компании Оркон, которые в июне месяце 16-го года посетили наше конструкторское бюро, пообщались с Анатолием Дарочем и Минским, выезжали на территорию технопарка и приняли твердое решение полностью, скажем так, сопутствовать всему тому, чтобы данная технология была реализована на территории австралийского континента. Компания Оркон принимала участие в возведении одного, ну да, одного из самых высоких, сегодня самый высокий небоскреб под названием Буш-Халифа. Специалисты компании Оркон тоже принимали участие в возведении данного здания. То есть серьезная компания, которая сегодня занимается развитием технологий SkyWay на территории австралийского континента. Ну и мы часто говорили раньше, что вот о нас все чаще и чаще пишут в прессе. Вы знаете, наверное, в последнее время не так, может быть, даже внимательно мы изучаем то, что про нас пишут, потому что много положительных отзывов в различных средствах массовой информации. Это на территории Европы, на территории, скажем так, австралийского континента, еще целого ряда государств. Телевизионные каналы, радиостанции, печатные СМИ, интернет-СМИ посвящают информацию развитию струнных технологий. Ну вот здесь, на данном слайде, вы видите слева, где, кстати, Анатолий Дородж-Щеницкий, данный журнал, «FINFUTURE» был распространен Крисом Принципе, которого вы видели в ролике, на крупном международном форуме, банковском, который проходил в Швейцарии. По системе SWIFT съехались банкиры и все эти банкиры получили по экземпляру журнала, в котором рассказывается про струнные технологии, про Анатолий Дородж-Щеницкого. И очень важно, буквально сегодняшнее сообщение, которое вы сейчас видите на экранах, то, что белорусское предприятие собирается построить струнную дорогу в Индии. То есть речь идет о возведении 12-километрового участка между городами Дармсала и Маклионгадж. То есть чем направление популярно, то, что туда идет большой поток туристов. Город Дармсала, там 20 тысяч человек всего, но там находится резиденция Далай-Лам. И вот прописано в этой статье, вы можете зайти, я вам сейчас даже дам ссылочку на данную статью. Сообщил об этом журнал Майфинбай. Это как бы подкрепление к тому, что о нас все чаще и чаще говорят в средствах массовой информации. Вы можете по этой ссылке пройти и прочитать информацию о том, что белорусское предприятие взялось за строительство вот такой вот дороги второго уровня, которая поднята над землей между городами, которые вы здесь видите. Сейчас человеку проскочил. Итак, друзья, это технология. То есть я могу сейчас еще добавить то, что у нас закончилось возведение легкой трассы. В последнее время, скажем так, видеоролики с Эко-технопарка они носят усеченный характер, потому что не все можно показывать как технология. Поэтому просто можете познакомиться в новостях и информация идет о том, что строительство легкой трассы, скажем так, закончено. Теперь будет монтаж наверняка уже действующего транспортного средства под названием юнибальд, легкого юнибуса и все это будет демонстрироваться в конце ноября месяца. Вот таким вот образом. Компания Skyway Capital. Теперь непосредственно переходим к ней. Она на сегодняшний день является официальным партнером группы компаний Skyway. В ролике вы видели подписание договора между руководителем компании Евгением Кудряшом и Анатолием Даровичем Министским о взаимодействии. Задача компании зарегистрирована в Великобритании, задача привлечения инвестиций с целью финансирования строительства Эко-технопарка. Все, что мы делаем на сегодняшний день, это работа с информацией, с людьми и все это способствует продвижению технологий, о которой шла речь в первой части нашего вебинара, на мировой транспортный рынок. У компании есть целый ряд задач. Одна из них привлечь максимальное количество инвесторов в наш проект посредством системы краудинвестинга на выгодных условиях, потому что сегодня любой человек приобретает любой из пакетов долей компании и деньги, которые он сегодня инвестирует, приумножаются в разы. Минимальное увеличение к 2017 году это в 30 раз. Мы об этом с вами впереди еще поговорим. И очень важный момент, что сегодня инвесторы могут стать совладельцами технологий на базе микрофинансирования, то есть даже люди из социально незащищенных слоев населения, это пенсионеры, студенты, люди, зарабатывающие небольшие деньги, например, могут стать совладельцами пакета, пусть даже минимального стоимостью меньше 1000 рублей, в его составе 450 долей компании. То есть сегодня инвестируя 15 долларов, грубо говоря, в США, можно на выходе получить 450, потому что потенциальная цена отдельно взятой акции 1 доллар США к 2017 году. Попутно одна из задач это создать благоприятные условия, комфортные условия, скажем так, начиная с удобства движения, скажем, по нашему сайту, навигации по сайту, получения всей необходимой информации, ответов на вопросы от нашей службы технической поддержки либо отдела информационной поддержки в Москве, где работают более десятка специалистов, которые могут на нескольких языках дать информацию о развитии нашего проекта, что мы из себя представляем, какие действия нужно совершить, как вам удобнее, комфортнее осуществить оплату и стать совладельцами какого-либо пакета долей компании. Ну и, конечно же, в дальнейшем походу, если вы зарегистрировались, стали нашим инвестором или стали клиентом, даже еще ничего не приобрели, наша задача максимально обеспечивать вас информацией, новостями о развитии проекта в целом, о развитии технологии и о развитии компании Skyway Крепита, что происходит у нас сейчас, какие промо-акции и так далее, и так далее. как выгодно вам стать совладельцами любого пакета долей компании, какие действия нужно, скажем так, сделать для того, чтобы еще начать зарабатывать деньги сейчас, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway непосредственно на мировой транспортный рынок технологии, либо на рынок инвестиций с теми пакетами долей компании, которые вы можете приобрести. Итак, стандартный прайс есть, третий столбик, так называемый дисконт, либо уровень доходности. В ролике было сказано, что, скажем, по мере развития при переходе с этапа на этап, премия венчурная снижается в дисконт, потому что, скажем так, рисковость инвестиций в наш проект с каждым днем становится все меньше и меньше. Если в 2014 году, когда минимальный пакет доходности составлял в 250 раз, а максимальный в 1500, риск был самый высокий, нечего было показать, кроме документов и роликов, которые были сняты давно, то сейчас нам не то, что есть показать, вы даже можете приехать на территорию технопарка и потрогать, что там сделано, что там построено. Минимальный пакет, как я говорил, стоит 15 долларов в США, то есть, инвестировав незначительную сумму, менее 1000 рублей на сегодняшний день, вы становитесь с владельцами 450 долей компании. Каждый последующий пакет включает в себя больше уровень доходности, так называемый дисконт, и, соответственно, на выходе вы получаете, инвестируя большую сумму, в больший пакет долей компании. Я сейчас выделил сумму, точнее, пакет, который стоит 1000 долларов в США, на выходе в нем 150 тысяч долей компании. Это мне нужно для примера дальнейшего. То есть, инвестируя 1000 долларов, вы получаете уровень доходности 150 раз. Сегодня, в принципе, ни один вид бизнеса, ни один вид инвестиций не приносит таких денег. Сейчас я сделаю еще маленькое отступление. Вы слышали, в ролике было сказано, что развитие транспортной системы SkyWay напоминает, скажем так, создание, развитие интернета в сфере коммуникаций. В принципе, так оно и есть. То есть, интернет круто изменил нашу с вами жизнь. Некоторые технологии интернет отправил, скажем так, почивать в Бозе, потому что не стало целого ряда, скажем так, вещей, которые мы с вами делали в 70-х, 80-х, 90-х, даже в начале 2000-х годов нашего столетия. Мы ходили с вами на переговорные пункты, получали таланты, заказывали на какой-то там день звонок и так далее. Эту проблему, в принципе, решать стала мобильная связь. Но далеко не все были готовы покупать мобильный телефон. Но интернет сегодня позволяет вам, оплачивая какую-то ежемесячную гваденскую плату, бесплатно по скайпу общаться там хоть целыми днями со своими родными, близкими, друзьями, находящимися в разных фонсах земного шара. Хотя бы с этой точки зрения уже, скажем так, сильное отличие есть от того, как люди жили 25 лет назад. Не говоря уже о том, что не выходя из дома, скажем так, не одевая никакой одежды, ничего, вы можете себе заказать продукты питания, одежду, оплатить банковские услуги, оплатить свое проживание, какие-то товары, услуги, не выходя из дома. Все это благодаря интернету. Появилось огромное количество специальностей новых, которых не было 20 лет назад. Все то же самое будет происходить с применением транспортной технологии под названием Skyway и с внедрением ее в нашу с вами жизнь. И те страны, на территории которых будут строиться, эти дороги, там будут организованы новые, высококвалифицированные рабочие места. Может быть, их будет немного, но тем не менее, люди будут работать в этой сфере. Появятся даже какие-то новые специальности наверняка. У нас есть, как мы говорили, возможности для инвестирования на разный кошелек, на разный вкус. Так вот, помимо стандартного прайс-сеста, у нас есть возможность приобретать пакеты для компании в рассрочку. Вы их видите здесь, на данном слайде. Стандартные, точнее, привычные нам пакеты старт, сеньор, стабильный и бизнес. Если вы готовы инвестировать от 8 до 10 месяцев, ежемесячно, 25, 50, 100 и 200 долларов США в месяц, то на выходе вы будете получать от 22,5 тысяч до 315 тысяч акций. Если вы откроете рассрочку на восьмом этапе и сейчас в течение месяца пригласите не меньше двух человек, которые разберутся в информации, примут решение стать инвестором и купят себе пакеты не меньше, чем на 25 долларов, вам дополнительно премиальный счет начиснет либо 5, либо 8, либо 40, либо 63 тысячи долей нашей компании. Далее, есть рассрочка под названием бизнес-старт, где вы оплачиваете 300 долларов США и получаете за два месяца за два таких платежа 75 тысяч акций. Если вы делаете два платежа в течение одних суток, то вам дополнительно начиснется еще 24 тысячи долей компании. Пакеты, которые вы видите внизу, они в первую очередь ориентированы на людей, проживающих на территории стран Центральной и Западной Европы, потому что номинал ежемесячной оплаты по рассрочке от 500 долларов до 5000. Очень хороший дисконт. Люди, которые выбирают данную рассрочку, фактически становятся владельцами миллионного пакета долей компании. Соответственно, то, что я говорил, если каждая отдельно взятая доля к 2017 году будет стоить 1 доллар, вы можете сами посчитать. Хотя тут уже цифры написаны, владельцами какого пакета вы будете. Далее, есть возможность приобретения пакетов долей компании на своих несовершеннолетних детей. Белый акцент вы можете оформить эти рассрочки только на детей в возрасте от 0 до 17 лет. Поэтому не пытайтесь их покупать на самих себя. Далее, у нас есть пакеты нового под названием мультипликатор, которые, в принципе, выгодны всем. У них хороший дисконт, но в первую очередь выгодны тем людям, которые стали инвесторами в нашем проекте, начиная с 24 февраля 2015 года, когда компания начала свое движение. Я говорю о компании Skyway Capital. За это время у кого-то накопилось 500 тысяч, миллион, 2 миллиона, 5 миллионов долей компании. Выбирая какой-либо из рассрочек, вы в итоге на выходе получаете по мере ее оплаты от 140 тысяч до 1 миллиона 150. Если вы выбрали пакет, 10 месяцев по 500 долларов оплату. И что происходит? Тем долям компании, которые у вас есть, добавляются вот эти, которые вы приобрели, и либо 1% на всю сумму, либо 2%, либо 3% в зависимости от выбранного вами пакета добавляется он на премиальный счет. Очень выгодный пакет. Пакет Инна Транс, который немножко видоизменился по сравнению с тем, что было у нас до выставки, до мероприятия в Древине, он рассчитан теперь на 3 месяца. Первая инвестиция в принципе идет по тому же дисконту, который у нас был в стандартном прайсе СТЕ. Помните, я выделил, да? Дисконт 150, 1000 долларов оплатили, на выходе получили 150 долей компании. Но если вы не позднее, чем через месяц приобретете себе еще один пакет за 1000 долларов из раздела Инна Транс, вы получите уже 200 тысяч долей компании в начисление, а если вы сделаете это еще третий раз, то получите еще 250. То есть суммарный в принципе дисконт, если мы все сложим и разделим на 3 месяца, у вас получится 200. Но он выгоден, выгоднее, чем стандартное исполнение. У нас есть пакеты для разового платежа большого номинала с возможностью, скажем так, высадки своего именного дерева на территории Экотехнопарка. Это пакет стоимостью 5000, 10000, 25000, 50000, долей компании. Это опять же пакеты, которые можно назвать делающие вас миллионерами. В пакеты на транс также еще у нас то, что я вам рассказывал, прикладывается сувенир. Какой? Ну, я вам более точно позднее скажем. Для тех людей, которые не безразличны к понятию получения дохода, которые, скажем, хотели бы иметь на сегодняшний день доход больше, чем у них есть, есть возможность приобретать пакеты долей компании с бонусного счета, если они зарабатывают у нас вместе с нами деньги и развивают партнерскую сеть. Потому что купить вот эти данные, пакеты, которые вы видите, с выгодным дисконтом, с хорошим, скажем так, наполнением пакетов долей компании, вы можете только с бонусного счета. Соответственно, деньги на бонусном счете могут появиться только у тех, кто активно развивает партнерскую программу. Помимо прибыли, которые вы будете получать в будущем, в виде дивидендов до построенных дорог, от каждого километра дороги, которые будут работать в будущем, вы можете сейчас создать свой собственный бизнес на нормальных, скажем так, взаимовыгодных человеческих отношениях, помочь большому количеству людей зарабатывать деньги уже сегодня, выстроить свою большую партнерскую структуру и получать доход, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на рынок транспорта, рынок инвестиций. У нас большое количество преимуществ в партнерской программе. Завтра в 18 часов и в воскресенье, по всей видимости, в пятницу, по всей видимости, в 13, как и было, но если будут изменения, мы сообщим, мы будем подробно рассказывать о партнерской программе, какие проценты, с какого уровня вы получаете, при каких действиях. У нашей программы партнерской даже проинвестировав 15 долларов в США, вы можете стать крупным инвестором нашего проекта, если развиваете партнерскую сеть и просто-напросто дойдя до квалификации лидера выше, вам будут идти начисления на акционный счет, который вы можете использовать на приобретение пакетов долей компании и стать, скажем так, владельцев и нескольких сотен тысяч и даже миллион и более пакетов долей компании. У нас высокий процент выплат от тех действий, которые вы предпринимаете, то есть до 20% зависит от квалификации вы можете получать, большая глубина этих выплат. Но никто вас не ограничивает в количестве тех людей, которые вы можете пригласить за собой. Плюс ко всему очень важный момент, никто у вас не будет сидеть на плечах, никто вам не будет проводить удушающий прием, перекрывать кислород и заставлять делать какие-то обязательные объемы личные либо, скажем так, обязательные объемы структуры. Вот этого у нас нет. С чем я вас хочу и поздравить. Для людей, активно развивающих партнерскую программу, структуру, у нас есть инструменты. Они, может быть, скажем так, не совсем полные, потому что инструментов гораздо больше, но тем не менее, план вознаграждения, который вы можете скачать, описание его и делиться информацией своим ближайшим окружением с того мобильного устройства, которое у вас есть. То есть это может быть компьютер, это может быть планшет. Рассказывать о возможности получения дохода сегодня. Реферальные ссылки, которые являются вашим первым инструментом, благодаря которым устроится ваша партнерская сеть. Баннеры. Для тех людей, которые умеют развивать бизнес в интернете, у которых есть свои блоги, сайты, вы можете эти баннеры, которые меняются, картинки разместить на своей странице, они будут привлекать внимание, люди, нажимая щупой этим баннерам, будут переходить либо на наш сайт, либо на один из лейдингов партнерских, ознакомливаться с информацией, нажимая кнопку регистрации, эти люди становятся вашим реферальным партнером. Вы этих людей можете ничего не знать, они могут говорить на другом языке, они могут быть другого вероисповедания, другого цвета кожи, неважно. Важно, что они по вашей реферальной ссылке в итоге зарегистрировались, кто-то из них может стать успешным лидером компании, создавать большой товарооборот, помогать нам продвигать технологию, а вы будете от этого получать процент от всего, что будет происходить в этой структуре. То же самое относится к разделу новостей в личном кабинете партнера, в разделе события, каждую новость, которую вы видите, если она вам понравилась, вы можете разместить в своих социальных сетях, нажимая на кнопку той соцсети, где вы зарегистрированы, пишите короткий комментарий, размещайте эту новость. Люди, которые находятся у вас в друзьях, люди, которые находятся в группах, в которых есть вы, переходят по этой ссылке, знакомятся с информацией, открывают наши инфоресурсы, нажимают кнопки регистрации и также могут стать вашими партнерами. К инструментам мы относим онлайн-мероприятия, которые проходят каждый день, большое множество на разных языках. Мероприятия, живые презентации, я их называю, которые проходят в городах и странах, каждый день фактически у нас по несколько мероприятий проходят наши компании в разных уголках земного шара. Обучающие мероприятия, которые периодически вы можете видеть в расписании вебинаров и различные промо-акции нашей компании, которые периодически случаются. Где найти, скажем так, расписание вебинаров и живых презентаций? Это раздел событий, расписание вебинаров. Там есть две таблички, где вы можете найти и какие онлайн-мероприятия проходят, скачать, точнее, сохранить себе ссылку, зайти в удобное время, когда вы планируете использовать и прослушать информацию, которую вы хотите получить. Также живые презентации, полуники, город, дату проведения, фамилии ответственных и телефон. На сайте www.unitsky.com каждый понедельник выкладывается совместное расписание онлайн и офлайн-мероприятий. Там вы можете найти точный адрес тех людей, которые побеспокоились и дали нам эту информацию. И время начала проведения презентации. То есть, вы можете дать эту информацию своим друзьям, знакомым, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, которые проживают в том регионе, где проходят живые мероприятия. Они могут прийти на это мероприятие, получить информацию, задавать вопросы, получить ответы, прийти, что-то спросить вас, принять решение, зарегистрироваться. И таким образом, благодаря тому, что они получили информацию у себя в родном регионе, они становятся вашими партнерами. В целом, то, что я сейчас рассказал, действительно отличная возможность для каждого отдельно взятого человека принять участие в проекте, который круто может поменять жизнь жителей земли в целом. Вы можете приложить свои физические, моральные, духовные усилия для реализации данного проекта, идейные какие-то. Вы можете сюда вложить свои финансовые средства и стать частью крупного инновационного инвестиционного проекта. Никто вас здесь ни в чем не может ограничивать, никто вас, правда, не может заставить делать то, чего вы не хотите. Но если вы хотите развиваться, то мы можем вам помочь. Для людей, которые хотели бы, скажем так, пообщаться с нами вживую, я сообщаю адрес, который находится в Москве, недалеко от гостиницы, или прямо рядом с нами находится здание от метро Повелецкая, от метро Осерпуховская, ходу где-то там 7-10 минут спокойным шагом. Предварительно желательно, если вы примете решение посетить наш офис, набрать телефон, который вы видите здесь на слайде, вот он, да, и решить вопрос с вашим менеджером, который вас встретит, даст информацию, ответит на ваши вопросы, если это будет нужно. У меня на сегодня все. То, что я хотел сказать, подобная презентация у нас состоится в среду и четверг, в среду в 17, в четверг в 18 часов, вот, завтра, возможно, на вебинаре по партнерской программе, я, если эти новости будут, сообщу вам новости касаемо нашего онлайн-мероприятия, которое у нас проходит по четвергам, вот, высока вероятность, что у нас что-то будет происходить более живо и интересно. Если у вас вопросов нет, коллеги, то, наверное, будем с вами сегодня заканчивать общение. Если вопросы есть, напишите прямо сейчас их в чате. То, что через планшет не открывает ссылку, ну, вы знаете, ничего не могу поделать. Вот. Спасибо вам, Сергей, то, что посещаете наши мероприятия практически каждый раз. Спасибо за ваш комплимент. Вот. Всегда радостно работать, всегда радостно давать информацию. Приглашайте своих новичков, которые у вас могут появляться, да, для того, чтобы они получили эту информацию здесь, на этом мероприятии. После данного мероприятия они могут спросить тех, кто эти мероприятия проводит, они могут спросить вас. Вот. Главное, чтобы если вы хотите развивать наш проект, если вы хотите сами развиваться параллельно вместе с ним, то данное мероприятие по большому счету организовано в первую очередь для помощи нашим партнерам. Посещайте живые мероприятия, которые проходят в ваших регионах. Вот вы из Гомера, я знаю, что по крайней мере Гродно, немножко другая сторона, это Западная Белоруссия, да, но тем не менее Гродно, Минск, Брест, Олковыск, Лида. Да, я знаю, что вот в этих пяти городах уже проходят живые презентации. Вот. И расписание и время проведения этих живых презентаций можно найти на сайте Юнистский каждый понедельник, мы туда их выкладываем. У меня же на этом все. Всем вам здоровья, любви и денег. До новых встреч на наших вебинарах. Спасибо большое вам за внимание. Ну и всем отличного развития, бодрого состояния души, тела. Все будет здорово. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова